Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Если про редис, который я посеяла, я говорила, что у него самый простейший посев, то про салат вообще говорить нечего. Это еще проще простейшего, потому что салат у нас, он может размножаться даже самосевом. Если осенью упали семена, случайно потеряли вы их, или где-то сдуло с этого, ну со старого салата, который зацвел и семена вызрели, он может сам без вашей помощи взойти, то есть даже поверхностно, если семена упадут, они жизнеспособны, они весной проклюнутся и все выйдут. Поэтому их можно даже сильно не заглублять. Возможен посев, что их можно просто вдавить и пролить водой, они вцепятся в землю, они взойдут. Но я делаю все-таки немного заглубления. Небольшие бороздки прям палочкой вдавливаю, рассыпаю семена произвольно, и вот так закрываю все, вот прям чуть-чуть. Поливаю сверху водой, закрываю пленкой. Салат, конечно, можно было бы и по одной штучке садить, но, как вы понимаете, это же много. Если целую грядку его сеять или хотя бы несколько рядков, то это очень проблематично, долго по времени. Я вот так высеваю, и при первых, вот появится микрозелень, вот это 8-10 сантиметров, начинаю прореживать. Вот эти вот, при прореживании, которые выдергиваем, мы их уже употребляем в пищу, или можно их использовать как рассаду для высадки в открытый грунт. К этому времени, пока он здесь вырастет, как раз в открытом грунте установится температура приемлемая для жизни вот этого салата там на улице. Уже минус 10 градусов у нас не будет, так что салат, посев салата, еще проще. Сделали бороздки, смочили из поливальника, из леечки, хоть как. Посыпали эти семена, закрыли, еще раз полили, закрыли пленкой. Все, вот это первая зелень, которая очень-очень просто сеется. Вот здесь у меня крест-салат рядом. Точно по такой же схеме высеваем. Но желательно его тоже сеять как бы поэтапно, потому что вот это очень-очень рано. Вы его через дней 10, через неделю, можно еще где-нибудь 2 рядочка посеять, потом еще, чтобы у вас был конвейер свежей зелени, потому что он быстро стареет. Самые вкусные вот эти молодые, которые еще небольшие, не грубые, молодые листья, они самые полезные, самые вкусные. Так что салат должен быть всегда молодым. Его нужно немножко подсевать, 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 и можно весь сезон сеять. Он растет прекрасно. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это наши первые посевы, наша ранняя зелень. Конец марта, сибирский регион, неотапливаемая теплица из поликарбоната. И сроки, и условия вот эти идеальные для салата, для крест-салата, для редиса, для шпината. Все это можно сеять. Пожалуйста, сейте.